Здравствуйте, с вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Хорошая работа, коллеги. Устало, сказал Василий Иванович, ассистировавшим ему медикам. Поздравляю, операция прошла успешно. В очередной раз лучший кардиолог города Василий Леонов вырвал еще одного ребенка из цепких лапсмерти. Он вышел из операционной и вытер пот со лба. Бой был трудный, длился долгих пять часов. – Как моя дочь? – к Василию подбежал отец спасенной им девочки, майор полиции Васнецов. Мужчина был бледен, его губы дрожали, а глаза умоляюще смотрели на доктора и словно говорили. – Ну скажи, что все хорошо, скажи! – Семен Петрович, успокойтесь. Ваша дочь будет жить, причем полноценной жизнью. Она молодец. – Да не плачьте, вы же офицер. Пойдемте-ка со мной, у меня здесь есть одни капельки. – пошутил Василий и налил настрадавшемуся отцу стопку коньяку. – А вы? – спросил Семен Петрович. – Мне нельзя, дежурство еще не закончилось. А вот вам можно. Шутка ли, сутки не спать. Так что, идите-ка домой, тут вы мне больше не помощник. Отоспитесь, а завтра к дочери приходите, у вас будет полчаса. – Василий Иванович, вы не представляете, как я вам благодарен. Ведь у меня, кроме дочери, никого нет, жена в родах умерла. – Да я для вас хоть что сделаю. Хотите, с моста в реку прыгну? – Не надо никуда прыгать, Семен Петрович. Это у вас адреналин от радости говорит. Лучше берегите себя для ребенка. Моя жена, к сожалению, тоже умерла. – с печалью в голосе сказал врач. – Давно? – участливо спросил майор. – Два года назад, – ответил Василий. – И отчего погибла, если не секрет? – осторожно спросил Семен Петрович. – Как ни странно, от болезни сердца. Да, вот я сам, будучи кардиологом, не спас собственную жену. Да и никто бы не спас. У нее был врожденный порог сердца и ей запретили рожать, а она настояла. Потом с каждым годом угасала. И вот в первый класс в этом году я провожал сына один. Такие дела. И двое мужчин, подернутые одним горем, подружески обнялись. А потом Семен, окрыленный счастьем, радостным шагом направился к выходу. Василий же пошел в палату интенсивной терапии, проведать недавно прооперированную девочку. До вечера у него еще было много работы. Василий был ведущим кардиологом областной клинической больницы. Запись на прием к нему был огромный. Все стремились попасть именно к кардиологу Леонову. – Почему ты не уходишь работать в частную клинику? Ведь за тобой ведется настоящая охота. Такие деньжищи тебе предлагают. – как-то спросил Василия один коллега, который очень ему завидовал. – Чтобы лечить только богатеньких наследников. А обычные дети как же. Что с ними-то будет? Ведь ты сам всех сложных больных посылаешь ко мне. – Думаю, я ответил на твой вопрос. – сухо сказал Василий. Больше подобных тем с ним не поднимали. А главврачи платных лечебниц постепенно сдались. В обед Василий решил немного проветриться и поесть в недорогом кафе, что располагалось неподалеку. – Здравствуйте, Василий Иванович. Рад вас видеть. – к столику подошел молодой администратор и сын владельца кафе, который не так давно сам был пациентом доктора Леонова. – Что будете заказывать? – Здравствуй, Ром. Как здоровье? – спросил по привычке Василий. – Все отлично. Дайвингом занимаюсь. – гордо ответил Рома. – Это хорошо, но не перенапрягайся. А я буду блюдо дня. – бодро сказал Василий и потер руки. – Уж очень голоден. Сегодня была сложная операция. – Будет сделано. – бодро ответил администратор. Блюдо дня представляло собой аппетитный кусок запеченной нежной говядины с картофельным пюре, густополитой острым томатным соусом. Василий наслаждался едой. Усталость сняло как рукой. – Счет, пожалуйста, – попросил он. – Ваш счет уже оплачен, – улыбнулся Рома. – Ну-у-у, – потянул Василий. – Я так не могу. – Зато я могу, – сказал Рома. – Это меньшее, что я могу для вас сделать. Денег в благодарность от моего отца вы же тогда не взяли. – У нас бесплатная больница. А с детей я денег никогда не возьму, – ответил Василий. – А за угощение, Ром, спасибо, но давай договоримся, это в последний раз. Мне неудобно, ей-богу. – Ладно, ладно, – согласился администратор. – Последний раз. Приходите еще, будем рады. Купив с собой бутерброд на ужин, Василий уже хотел перейти улицу, как увидел нечто для себя странное. Лохматый пес терпеливо стоял у края пешеходного перехода, а когда загорелся зеленый, вилея хвостиком перебежал дорогу. Затем четвероногий пешеход пристроился ко входу в кафе и встал на задние лапы, выслуживая у прохожих что-нибудь съестное. Василию стало интересно, что же будет дальше. Собака была неухоженной и явно бездомной. А добрый пес стоял и стоял, пока люди, не замечая чужой беды, спешили по своим делам. И вот уже силы покинули лохматого артиста, и он лег у входа заскулив. «Что, песель, кушать хочешь?» Василий не смог пройти мимо голодающего, даже если это была собака. «Моя жена всегда хотела пса, да так и не получилось завести. Кушай!» И он отдал свой бутерброд. Странно, но собака не накинулась на ароматно пахнущую ветчину и сыр, а лапкой, осторожно, с благодарностью, глядя на человека, подвинула бутерброд к себе. Понюхав, начала аккуратно есть, пуская от удовольствия слюни. Довольный с собой доктор пошел в сторону больницы. По пути он думал о сыне, которого пришлось оставить с няней. Родственников готовых помочь одинокому отцу с ребенком у Василия не было. Да и няни вообще-то были дорогим удовольствием. Кого попало с улицы, нанимать было страшно, а через фирму накладно. Но ничего не поделаешь. Пятую часть зарплаты приходилось отдавать за услуги профессиональной няни или домомучительницы, как говорил Сашка. Василий уже почти дошел до служебного входа, как вдруг сзади что-то легонько задело его ногу. Обернувшись, он увидел того самого пса, которого угостил едой. «Ну вот, прикормил на свою шею», — воскликнул Василий. «И что прикажешь с тобой делать?» Пес остановился и, словно понимая слова человека, опустил голову и прикрыл глаза лапой. Получилось так по-доброму, по-человечески, что Василий устыдился, что зверь повел себя тактичнее его. «Ну, прости, прости, сорвался на тебя, как собака с цепи». «Ой!» — спохватился Василий. «Еще раз извини, вдруг ты все понимаешь». Пес остановился и завилел хвостом, будто доказывая двуногому, что действительно все понимает. Василий хорошенько к нему пригляделся. Собака была помесью овчарки и дворняги, довольно крупного размера. Но самое главное было — умные глаза, которые изучающе смотрели на человека, что стоял перед ним. Было видно, пса жизнь потрепала. Правое ухо порвано, а кончик хвоста и вовсе отсутствовал. «И что же мне с тобой делать?» — спросил Василию своего преследователя. «К себе, что ли, взять? Санька рад будет. Ты же понимаешь, что у меня и так забот полонрод. Да еще и собаку нужно будет кормить и выгуливать». Пес словно понял, что именно сейчас решается его дальнейшая судьба. Встал на задние лапы и начал жалобно скулить. «Ладно, вечером пойдем домой вместе». Василий был побежден. «Жди меня, понял?» Пес радостно залаял и начал бегать вокруг обретенного хозяина. Василий махнул рукой, указав собаке, где она должна его ждать, и зашел в холл больницы. «А это что за псина во дворе новослоево? Прогнать?» — озабоченно спросил охранник. «Нет, не надо, это моя собака», — ответил Василий. «Увязалась за мной. Хочу взять домой». «А зачем вам этот грязный пес? Еще чего доброго мальчишку вашего покусает?» — удивился охранник. «Нет, этот не покусает», — возразил Василий. «А грязь можно и отмыть». Охранник пожал плечами. Он не понял странного решения знаменитого врача, но пса со двора больницы выгонять не стал. Наступил вечер, и доктор совершенно забыл про своего нового подопечного, зато пес нет. Он встретил хозяина как полагается, приветливо махал хвостом и поскуливал. Если бы в это время кто-нибудь из прохожих увидел эту картину, то просто бы подумал, что хозяин вышел погулять со своим питомцем. Так человек и собака, словно два закадычных друга, отправились домой. Няня уже собиралась уходить, когда повернулся ключ в замке и в дом вошел хозяин. Пелс нерешительно стоял на пороге, словно боясь спугнуть свое счастье, которому так мучительно и долго шел. В его глазах читалось «А вдруг меня выгонят?» «Заходи, чего стоишь?» — сказал Василий гостю. Но пес сидел, не шелохнувшись. Няня в это время брезгливо глядела на собаку и, протиснувшись к двери, попрощавшись, ушла. «Пап, а почему двери открыты?» — в коридор выбежал семилетний Сашка. Увидев собаку, ребенок на секунду замер, а потом глаза его расширились от восхищения. «Это же собака! Настоящая! Пап, ты мне его купил, правда? А как ее зовут? А можно его погладить? Собака, ко мне!» — посыпал серой вопросов. Не успел Василий ответить, как пес с радостным лайм бросился к Саше и начал лизать его щеки, голову и руки. Пес выбрал себе хозяина. И это был не доктор. «Пират! Я назову тебя пиратом!» — захлебываясь от смеха, кричал маленький Саша. «А ведь и правда, эта кличка ему подходит!» — улыбнулся Василий. «Надо же, а я вот и не додумался. Только знаешь, Санька, придется тебе помогать за пиратом ухаживать. Кормить, мыть, вычесывать, гулять и играть с ним. А еще учить командам!» У Саши загорелись глаза. «Ведь, похоже, сбылась его большая мечта! Теперь у него есть собака!» «Буду помогать! Это ж мой друг!» — воскликнул малыш. Как и предполагал Василий, хлопот у него действительно прибавилось. Весь вечер ушел на то, чтобы искупать и привести пса в божеский вид. Закончив наводить марафет, троица приступила к ужину. Хозяева ели суп, приготовленный заботливыми руками няни, а пират с удовольствием уплетал размороженное говяжье рагу. Когда настало время ложиться спать, пирату была выделена подстилка — старая куртка Василия. «Поспишь пока в коридоре», — сказал он пирату. «Вот подлечим тебя и сможешь охранять кровать Сашки. Ты все понял?» Конечно же, пират понял все. Он положил морду на лапы и не сходил со своего места всю ночь. Даже одинокая ночевка в коридоре была для него верхом счастья. А что еще нужно бывшему бродячему псу? Еда, крыша над головой и добрые хозяева. На следующий день Василию дали выходной. Отправив сына в школу, он решил прогуляться с пиратом. Пес резво бежал впереди, увлекая его за собой вглубь небольшого лесочка, что рос неподалеку от жилого комплекса. И вот уже показалась река, волны которой мягко плескались о берег. Шум воды и родные просторы всегда успокаивали Василия, поэтому он любил здесь гулять с Сашей. А теперь настал черед и пирата. Внизу по течению располагалось небольшое село, жители которого работали в местном совхозе. Когда Сашка был еще маленьким, то специально для него Василий покупал там свежее молоко. Воспоминания о том времени, когда еще была жива его любимая супруга, вызывали у Василия ностальгию. Вдруг ему захотелось вспомнить вкус парного молочка, которого в магазине не купишь. Твердо решив во что бы это ни стало купить его, Василий бодрым шагом направился в сторону села. Вдруг пират, бежавший впереди, встал как вкопанный и устремил свой взор куда-то вдаль. А потом с громким лаем пустился бежать к берегу реки, заросшим камышами. Василий подумал, что собака в первый раз увидела утку и не спешил ее догонять. Но пират опрометью бросился обратно к хозяину, бегая кругами вокруг него и беспрестанно громко лая. Он пытался вести непонятливого человека за собой. Странное поведение озадачило Василия, и он все-таки последовал за пиратом. По мере того, как он приближался к берегу, смог рассмотреть вдали какой-то странный предмет, похожий на толстое бревно. Этот предмет колыхался у самой кромки воды. А собака истошно лаяла и скулила, словно чего-то боялась. Василий прибавил шагу, но на душе его было неспокойно. «Пират! Фу!» – на ходу кричал он, опасаясь за друга. Но пес его не слушал. Убежал вниз по берегу и скрылся из глаз. Когда Василий спустился за ним к самой реке и раздвинул заросли камыша, то от ужаса потерял дар речи. Нет, на своем веку он повидал всякого, но что бы такого. Перед ним лежал закрытый гроб. Самый настоящий, но только без обивки и прочие атрибутики. Такие обычно изготавливают для самых бедных людей. Возможно, его унесло течением из деревни и прибило тут. «Что за глупые шутки?» – пробормотал пораженный Василий. «Кто мог выкинуть гроб?» «Пират, успокойся ты!» Но собака забежала в воду и скребла деревянные бока страшного ящика. Василий напрягся. Он боялся открыть крышку и заглянуть внутрь. Не хватало еще и трупа внутри. «Ох, как хорошо, что я не взял с собой Сеньку!» – вслух сказал он. Вот бы парень испугался. Набравшись смелости, Василий снял таки крышку гроба. Она была не приколочена. Превозмогая ужас, он заглянул туда, и то, что увидел, повергло его в шок. В гробу, свернувшись комочком и закрыв лицо руками, лежал мальчик. Он был жив, но сильно напуган. Видимо, лаем собаки, а может и не только этим. Ведь от хорошей жизни в гроб не полезешь. Мальчишке было лет семь-восемь, как и сыну Василия. Одет он был плохо. Видно было, что сильно истощен. Худые ручонки тряслись от страха, а под глазами были синяки от недосыпа или стресса. Он явно попал в беду. Но какую? Все эти мысли роились в голове Василия и не получали адекватного ответа. Лишь один человек мог разрешить эту головоломку. Мальчик из гроба. Как бы жутко это ни звучало. «Привет», – тихо сказал Василий. «Как ты сюда попал? У тебя что-то случилось? Можешь все мне рассказать? Давай я тебе помогу отсюда вылезти». И Василий осторожно взял на руки мальчугана. Он был как пушинка и совсем не сопротивлялся, доверившись чужому человеку. Видно было, нечего ему терять. Мальчик недоверчиво посмотрел на пирата. «Не бойся, это друг. Зовут пират. Пес моего сына», – сказал Василий. «А еще смотри, что у меня есть». И он достал из кармана шоколадный батончик, который по пути купил сынишке. Увидев лакомство, паренек обрадовался и протянул руку за шоколадкой. Быстро расправившись с угощением, он погладил пирата по голове. «Меня Славиком зовут», – наконец представился он. «Я не баловался». «А у тебя точно ничего не болит? Может, скорую помощь вызвать?» – встревоженно спросил Василий. Видимых повреждений у ребенка не было. Это он оценил сразу, как врач. А вот о внутренних проблемах могло рассказать только исследование. «Ой, тетенька, не зови ты эту скорую. Я врачей до жути боюсь», – встрепенулся Славик. «И меня боишься? Я ведь тоже врач», – улыбнулся спаситель. «И зовут меня Василий Иванович, а ты можешь звать дядей Васей». «Да разве врачи-то такие бывают? Они же в белых халатах ходят, слушалку в уши надевают и все, норовят укол побольнее сделать», – удивился Славик. «А у тебя вон, еще и собака есть». «Да разве доктора обычной жизни жить не могут?» «Ну ты, Славик, скажешь, тоже», – от души засмеялся Василий в первый раз за несколько месяцев. «А что, брат, расскажи-ка мне по порядку, откуда будешь, да не хватились ли тебя дома?» «Нет у меня больше дома», – не по-детски печально ответил мальчишка. «Я с дедом жил, а родителей у меня нет. Даже их фотографий ни одной не сохранилось. Дед был лесничим, везде меня с собой брал. «Знаешь, а я ведь умею следы зверей в лесу читать. Знаю, какой след заячий, а где леса пробежала», – с гордостью похвастался паренек. «Этому меня дед Лень научил. А два дня назад дедушка умер. Врачи приезжали, сказали, что сердце не выдержало. Вот я тогда плакал. И сейчас плакать хочется. Да погоди, это реветь». Пытался отвлечь Василий от горя маленького страдальца. «Ты мне лучше скажи, почему сердце деда не выдержало? Я ведь по сердечным болезням, врач-кардиолог. Я точно знаю, что это те дядьки виноваты. Они тогда в лесу на него накинулись и ругались с ним. Не знаю, из-за чего была та ссора, да только дедушка мне велел бежать в дом и закрыться. А потом он весь белый пришел и сказал, что будем мы с ним из села нашего переезжать. А через день он умер. Заснул ночью и не проснулся. Я его и так, и этак будил, а он не вставал. Побежал я тогда к тете Люде, соседке нашей. Она-то скоро и вызвала, а потом я у нее ночевал. Дедушку увезли куда-то. Вот тетя Люда меня и приютила. Пирожков мне пекла. Да только я не хотел кушать почему-то, а все время хотелось плакать». «Это совсем неплохо, когда плачешь», – сказал Василий. И погладил мальчуга на помакушке. «Я вот тоже, например, плакал, когда моя жена умерла. А теперь мы с сыном Сашкой живем вместе вдвоем. Он в первый класс ходит. А ты? Может, тебя домой проводить? Где живет эта тетя Люда?» «Ты чего, дядь Вась? Нельзя мне домой! Там меня злые дядьки найдут!» Испугался Славик, и губы его задрожали. Василий видел, что ребенок находится на грани нервного срыва, и поразился тому, как можно было до этого его довезти. «Что за люди живут в том селе?» Но вслух произнес. «А что за дядьки?» «Сегодня утром эти, в черной одежде, приходили к тете Люде и что-то спрашивали. Она кричала и не пустила их. А я испугался. Вылез в окно и побежал к себе домой. У меня там есть секретное место, где я всегда прятался. Так они в наш с дедом дом пришли, сломали двери и начали что-то искать. Они были похожи на ниндзи из фильмов, такие же ловкие. И они все разбрасывали, ломали, кричали, ругались. А самый здоровый из них сказал, что кому-то голову снимет. Я подумал, что мне. И решил тихонько сбежать, потому что злые дядьки добирались до моей коморки за печкой. — А как ты в гробу-то оказался? — с нетерпением спросил Василий. — Очень просто. Наш дом у самой реки стоит. А местные мужики сделали деду гроб и к стене дома прислонили. Ну, я дотащил его до берега. Сел как в лодку, крышкой закрылся, чтобы не страшно было. И в реку течение меня и утащило. А потом ты меня нашел. Ну, вернее сказать, пират. А ты спас. Так что в деревню я не пойду? Вдруг эти в черном ниде нападут? Да нет никаких нидей. Это тебе показалось. Наверное, воры нагрянулили, или молодежь балуется. Успокоил мальчика Василий. А сам решил это дело потом проверить. Ему было странно, что Славика словно специально бросили на произвол судьбы. А еще удивительно, что его никто не ищет. Да что ж там за люди такие равнодушные? Снова уже с возмущением подумал Василий. И что это за нидья такие? Надо разобраться в этой истории. Он понимал, что если сейчас даст Славика в полицию, то мальчишку, скорее всего, отправят в приют. А это для ребенка, перенесшего горечь потери родного человека и подвергшегося опасности перед неизвестным, будет диким шоком. Нужно было что-то делать. Слушай, Славка, а ты не хотел бы у меня погостить? Денек-другой. У меня же дома сын почти твоего возраста. Да и пирату ты понравился. Спросил Василий. Интересно. А твой сын не будет драться? А то ведь я могу издачи дать. Я уже во втором классе. Заявил Славик. Да никто не будет тебя обижать. Да и сын мой драться-то не умеет. Улыбнулся Василий. О, ничего, я научу. На полном серьезе заявил мальчуган и взял за руку своего спасителя. Когда Василий со Славиком зашли в дом, то их в дверях встретила вечно спешащая няня. Вы опоздали на два часа? Обстоятельства так сложились, Эмма Захаровна. Начал оправдываться Василий. Ему не хотелось терять такого ответственного работника. А вот еще пополнение в наших рядах. Это Славка. Вы хотите сказать, что я буду присматривать сразу за двумя мальчишками? Нет уж, увольте. Мы и так не договаривались. Воскликнула она. Но, Эмма Захаровна, это совсем ненадолго. Начал было Василий. Я заплачу. Прощайте, на меня больше не рассчитывайте. И вообще, я нашла другую семью. Отчеканила няня и ушла, оставив всех в недоумении. Она из-за меня ушла? Спросил Славик. Нет, конечно. Похоже, это был лишь повод. Когда подрастешь, научишься в людях разбираться. Со вздохом сказал Василий. Ну что, идем знакомиться? Только лапу пирату помою. А тебе, кстати, тоже не мешало бы умыться. И Вася отвел маленького гостя в ванную, где дал полотенце и мыло. Пока Славик разбирался, что да как, он пошел ставить чайник. Несмотря на строгость и недовольство, Эмма Захаровна приготовила хороший ужин. О чем Василий мысленно ее поблагодарил. Простив за выходку. Ничего не поделаешь. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Пап! Заговорщицкий прошептал Саша, прокравшись на цыпочках. В ванной кто-то есть. Он булькает и плещется. Это наш гость. Мальчик. Его зовут Славик. У него дедушка умер, и Славка пока поживет у нас. Ты как? Согласен? Спросил Василий, заранее зная ответ. Саша был добрым ребенком. Ну, конечно, пусть живет. Может, мы с ним и подружимся. Улыбнулся Саша. Слушай, а может, ему одежду свою дашь? Он ростом с тебя, ему восемь лет. Ну, сейчас поищем что-нибудь. Согласился Саша и отправился рыться в шкафу. Через пять минут Славик предстал в новеньком спортивном костюме, который отдал ему нежадный сын. Меня Славиком звать. Давай дружить. Сказал он и протянул руку. А я Саша. Ты есть хочешь? Да, в животе уже урчит. Сказал Славик, и мальчишки рассмеялись. После сытного ужина ребята отправились играть. А Василий остался убираться на кухне и заодно подумать, как бы побольше разузнать об этой странной истории. Когда он зашел в детскую, то удивился, насколько Саша и Славик сблизились между собой. Они общались так, словно давно друг друга знали. Сын Василия показывал свои игрушки и совершенно не жадничал. Давал их в пользование гостю, который был крайне удивлен тому богатству. Однако, по выражению его лица, Василий не заметил, чтобы Славик завидовал или испытывал какие-то негативные чувства. Хотя невооруженным глазом было видно, что такие игры для него в диковинку. И действуют на ребенка просто магически, вызывая неподдельный восторг. Василию стало жаль пацаненка, который, по всей видимости, жил очень бедно со своим дедом. «Дядя Вась, смотри, какой мы форт построили!» Воскликнул Слава, показывая на укрытие в виде палатки, созданной из покрывала нескольких стульев. «Ага, мы будем со Славиком от Нидзи прятаться», заявил Саша. «Молодцы, играйте. А потом выпейте теплого молока и по кроватям», – сказал Василий, а сам подумал. «Опять эти Нидзи. Значит, здорово напугался парень, раз они у него из головы не выходят». Пока он хлопотал по хозяйству, наступил поздний вечер. Когда Василий зашел в комнату, то его удивила необычная тишина. Никто не смеялся, не играл. Даже пират сопел в две дырочки возле ребячьего форта. Приоткрыв край покрывала и заглянув внутрь палатки, Василий увидел мирно спящих детей. Пришлось их по очереди выносить на руках и класть на кровати. Он сам устроился ночевать на диване в гостиной. Завтра предстоял тяжелый день. С утра Василий почувствовал аромат омлета с ветчиной. На мгновение ему почудилось, что на кухне хозяйничает жена. Неужели ему снится прекрасный сон? Он ущипнул себя. «Было больно. Значит, не спи. Ты кто-то в самом деле решил приготовить завтрак». Ах, да. И Василий хлопнул себя по лбу. Эмма Захаровна вернулась. Он поплелся на кухню, чтобы в очередной раз извиниться ни за что. Но к его изумлению, завтрак готовила не она. Это был Славка. На мальчугане был фартук покойной жены, который забавно мешался ему под ногами. «Так это ты хозяйничаешь? А я думал, нидзи пришли», – пошутил Василий. «Ага, я. Когда мы с дедулей жили, я всегда завтрак готовил. Я знаете, как умею картошку в золе коптить? Пальчики оближете», – с гордостью заявил Славик. По нему было видно, что он чувствует себя намного лучше. Ему было комфортно в их семье. А пират так вообще был в восторге. Он наблизывался и велел хвостом, что означало только одно – его угостили колбаской. Теплое чувство благодарности и привязанности к бедному Славику, успевшему черпануть горешку от судьбы злодейки, разлилось в душе Василия. И он принял твердое решение бороться за счастье этого малыша и даже усыновить сироту. «Ой, как вкусно пахнет!» – в столовую зашел Саша. «Славка, а ты научишь меня готовить?» «Конечно, это ж легко!» – с деловым видом ответил маленький повар. После завтрака, который, кстати, совершенно не подгорел, Василий отправился в злополучное село, оставив ребятишек на попечение соседки бабы Вали. Благо, что сегодня был выходной, и Саше со Славиком не нужно было идти в школу. Облачившись в старую куртку, потертые джинсы и резиновые сапоги и взяв с собой пирата, Василий решил отправиться к деревенским и, как говорится, слиться с толпой. И потихоньку выведать прадеда Леню и Славика. Может быть, кто-то из местных прольет свет на эту жуткую историю? Но не тут-то было. Зоркий глаз вездесущих деревенских товарок сразу определил городского. И вот уже несколько деревенских ребятишек ехали за ним на велосипедах. «Дяденька, а ты откуда?» – поинтересовался один рыжий мальчик на старенькой каме. «Я раньше сюда к деду Лене приезжал, давно, в молодости». Василий ляпнул первое, что в голову пришло, увильнув от ответа. «Вот вы, наверное, все тут знаете, да?» «А как же?» – похвастался паренек. «Каждую собаку знаем, не то что людей. А про кого узнать хочешь?» «Так про деду Леню и про Славку», – сказал Василий. «Ну, дед умер недавно, а со Славкой мы не дружили. Уж больно чудной. Куриц с нами не гонял, в девчонок репьем не кидался. Все по лесу со стариком ходил. Вот мы его лешим и прозвали. А ты, кстати, иди к председателю. Он часто к деду Лене заходил, должен что-то знать. Его Родионом Андреевичем звать». «Вот спасибо», – поблагодарил Василий, а про себя подумал. «Такие маленькие, а уже клички обидные придумывают». «Бедный Славка, как же ему здесь жилось-то, а?» «Такому не похожему на всех». И Василий лишь укрепился в мысли о том, что хочет стать для бедного мальчугана опорой в жизни. Правление совхоза можно было узнать по кирпичному зданию, единственному в своем роде. Все остальные дома были деревенными. Родион Андреевич сидел в небольшом обшарпанном кабинете, но при этом был одет в дорогой костюм. На руке сверкали золотые часы. Это абсолютно не вязалось с общим фоном деревенского быта. На столе лежали ключи от Мерседеса, брелок которых сверкал по золотой. Это насторожило Василия, но он не подал виду. Увидев незнакомца, председатель несколько напрягся. «Интересно, чего он боится?» – подумал посетитель, а вслух произнес. «Здравствуйте, Родион Андреевич!» – прикинулся он простачком. «Меня зовут Вася, но вы, вероятно, меня уже не помните». Председатель пару минут внимательно изучал лицо вошедшего и выдал свой вердикт. «Нет, не помню, а что стряслось?» «Ничего», – успокоил его Василий. «Просто ищу деда Леню, моего дальнего родственника. Говорят, он жил с каким-то мальчиком последнее время. Вот решил проехаться по местам своего детства, навестить старика». «А умер он два дня назад», – прищурившись сказал Родион Андреевич. «Опоздали вы, Малеха». «А похороны когда?» – спросил Василий. «Так сегодня с утра и схоронили. Все честь по чести. Родственники приезжали из города», – ответил председатель. «Да вы что? Вот ведь, не успел попрощаться». Артистично сокрушался Василий, борясь с внутренним ужасом. Ведь он знал, что родственников-то никаких и нет, да и гроба тоже. Неужели закопали так, без всего? «Вам что-то еще от меня нужно? Если хотите в дом попасть, так сказать, вспомнить прошлое, то ключи от дедового домика на гвоздике прямо у двери висят». «Да нет, не пойду я туда один, неудобно как-то. Да и мальчонка, наверное, испугается». Забросил уточку Василий. «Не волнуйтесь, мальчонку родственники в город увезли, у него все хорошо», – отмахнулся Родион Андреевич. «Ну и ладно тогда, пойду я», – спокойно сказал Вася, стараясь сделать непринужденный вид. «Ничего не поделаешь, опоздал так опоздал». И он вышел из правления, на ходу переводя дух. «Это что же получается?» – рассуждал Василий, бредя по тропинке. «Старика закопали так быстро, словно заметали следы. А про славика он мне зачем наврал? Выходит, председатель, лицо заинтересованное. И что за родственники такие, которые дом обыскивают?» Родион Андреевич выглядел как-то недовольно. «Значит, его подельники не нашли, что искали?» «А может, кого?» И тут Василий осенило. «Искали наверняка славку. Но зачем он был нужен на темнете?» «В этом вопросе нужно было срочно разобраться. Потому что за ребенком явно велась охота. А это значит, славик в опасности». Осознав это, Василий решил обратиться за информацией к тому, кто непосредственно участвовал в жизни славы – к соседке, Людмиле. Найти дом для Василия не составило труда. Ее изба стояла недалеко от жилища деда Лени. Еще издали Василий заметил тонкую женскую фигурку. Когда подошел поближе, то увидел, что молодая стройная женщина пытается поправить старый упавший забор, что отделял огород от дороги. И ни один проходящий мимо мужик не остановился, чтобы помочь. «Да что за люди здесь живут?» «Дурдом какой-то», – возмущенно подумал Василий. Тем временем Людмила, а это была именно она, пыталась забить огромную гвоздь в трухлявую штакетину. Но молоток в неумелых женских руках все время бил не по цели, либо коверкал гвоздь. Женщина, выбившись из сил, села прямо у дороги, привалилась спиной к сломанному забору и заплакала. «Дайте я», – сказал Василий и взял из рук Людмилы молоток. «Сейчас мы это дело выправим. И нечего реветь по пустякам. У людей столько горя вокруг, а вы из-за какого-то дурацкого забора плачете». «И вовсе он не дурацкий. Его еще мой папа ставил», – схлипывая, – сказала Люда. «Сама виновата, что не доглядела. Все некогда было. У меня ж хозяйство и дочку одна рощу. Думаете, легко без мужа-то остаться?» «Я тоже, между прочим, один сына воспитываю. Из хозяйства у меня, правда, один пес, но в городе тоже нелегко», – ответил Василий. Общими усилиями забор был починен. Дощечки стояли ровно, а столбик больше не кривился. «А как вас звать-величать?» – спросила Людмила. «Василий я», – ответил он. «А вы Люда, да?» «Откуда вы знаете?» – удивилась она. «Секрет», – улыбнулся Вася. «Пойдемте в дом, я вас свежим молочком угощу», – предложила Людмила. «Таких помощников грех с пустыми руками отпускать». Василий с радостью согласился. Тем более, что ему представился отличный случай побольше узнать про Славика и деда без лишних ушей. Выпив полную кринку молока и закусив луковым пирогом, Василий оттер молочные усы и завел свой разговор. «А что, дед Леня больше здесь не живет?» Слыхал я от людей, что внук у него был на попечении. Осторожно начал гость. Людмила повернулась и внимательно посмотрела на него, словно пытаясь понять, чистыми ли помыслами пришел к ней этот человек. Видимо, что-то Василий внушило ей доверие, и она сделала знак, чтобы он говорил тише. «Вы только никому не рассказывайте о том, что я сейчас скажу», прошептала Людмила. «Да только Славик-то не внук деду Лени. Почти восемь лет назад нашел его дедушка в лесу, когда обход делал. Малыш лежал в корзинке, прикрытой лапником лиственницы. Да только просчитались те, кто прятал ребенка. Он стал громко плакать. Так, поплачу, дед Лени и нашел его. Я все это хорошо помню, потому что отец был мой жив, а я в девках ходила. И носила ей молоко для ребеночка. Возилась с ним, пока сосед по лесничьим делам ходил. Не знаю, как получилось, но оформили мальчонку, как опекаемого деда Лени, а в полицию не заявляли. Думаю, без помощи председателя тут не обошлось, а просто так он ничего и не делает. Да уж больно дед Леня внука хотел. У самого-то детей отродясь не было. Малыша Славкой назвали. А откуда он в лес-то попал? Спросил Василий. А кто ж его знает? Пожалуй, плечами Людмилы. Я тогда еще молодой была и об этом не задумывалась. Но три дня назад приходили к дедушке какие-то люди и что-то отдать требовали. Что именно, я не расслышала. Да только выгнал их он, угрожая вилами проткнуть. А ведь дед спокойным слыл. Это ж как надо было человек-то довести. Думаю, из-за той ссоры и стало ему плохо. А вчера те же самые люди в его домик опошились. Я в окно видела. Шныряли и что-то явно искали. Тогда-то Славик и пропал. И тут Василий окончательно утвердился в мысли, что бандитам нужен был именно мальчик. Но зачем? Его мысли нарушил шум в сенях дома. И тут же с грохотом распахнулась входная дверь. Людк, а Людк? В избу ввалился пьяный лохматый мужик, больше похожий на медведя, чем на человека. А это кто у тебя? Мне люди сказали, у тебя гости. Какие гости? Человек мне забор починил, который ты и сломал. Люди ему сказали, собутыльники твои. Здравствуйте. Попытался быть вежливым Василий. Но его благородства замечено не было. Ты че приперся? Баши и хочешь. Думаешь, развелась баба с мужиком, так любовников себе таскать может? Весь гнев человека-медведя пал на Василия. Ишь, расселся тут красавец. Да ты знаешь, кто я? Я фермер. Гордо заявил пьяница и стукнул себя в грудь. Андрон, угомонись. Никакой он не любовник. Урезонило его Люда. Мы с тобой два года как развелись. Не ходи сюда. Мне от тебя даже алиментов не надо. Ты моя баба. Взревел взбешенный Андрон. Пусть убирается. А с тобой я разберусь. Узнаешь, как чужих мужиков в хату водить, стерва. Когда захочу, тогда и уйду, спокойно сказал Василий. А Людмила не ваша собственность, ясно? Уходи сам. Тебе же ясно сказали. Людмила метнула в Андроны ненавидящий взгляд. И это заметил Василий. Он не мог бросить женщину в беде. Не такой он человек. К тому же, миловидная и хрупкая Людмила успела ему понравиться. Пойдем выйдем, заорал Андрон. А пойдем, раз по-хорошему не понимаешь, усмехнулся Василий. Служба в ВДВ многому его научила. Поэтому Вася был уверен в себе. Не успели они выйти во двор, как Андрон схватил лом. И откуда только прыть взялась, кинулся на Василия? Это, конечно же, было против правил. Говорят, против лома нет приема. Скажите это бравым ребятам из десантуры. Изрядно их насмешите. Ловким движением Василий выхватил орудие у Андрона и сделал молниеносную подсечку. Грузный фермер упал лицом в грязь и взывал от бешенства. Андрон снова бросился в атаку, но был повержен легким броском через бедро. И так до бесконечности. Фермер кидался, а Василий каждый раз ронял его на землю все новыми приемами. Пират лаял и вырывался, но Люда крепко держала его за ошейник. Посмотреть на шоу собралось полдеревни. Для многих это зрелище было как бальзам на душу. Так люди ненавидели хама и хапуга Андрона, что не рассказать. А мальчишки и вовсе хлопали в ладоши, кричали «Ура!». Когда бессиленный Андрон, сыпя проклятиями, сел в свой трактор и погнал, не развирая дороги, ребятишки окружили Василия. «Дяденька, а научи приемчикам!» «Дядя, а ты откуда?» – восхищалась малышня. «Пойдете в армию, там вас всему научат пацаны». Устало улыбнулся Василий и поймал взгляд Люды, которая была преисполнена гордости. Еще никто и никогда не заступался за нее. После развода с Андроном она терпеть не могла мужчин. Но теперь воочию убедилась, что есть среди них благородные и сильные, как и Вася. Просто ей тогда не повезло. Василий зашел обратно в дом, а Людмила стала хлопотать на кухне и накрывать на стол. На кухне уже сидела маленькая девочка лет пяти. «Как тебя зовут, красавица?» – спросил Василий. «Я Лиза. А мама сказала, что тебя зовут дядя Вася. Ты бил моего папу?» – серьезно спросила она. «Мне пришлось. Извини, что так вышло». Стал оправдываться Василий перед малышкой. «Так ему и надо», – неожиданно заключила девочка. «Он маму бил, и меня тоже. Вот здесь». И Лиза показала на голову и спину. Василий был в шоке. «Как можно поднимать руку на женщину, не говоря уже о малышке?» Ему в голову пришла одна мысль. «Слушай, Людмила, давай уже на ты, раз такое дело. А почему бы тебе с Лизой в город не перебраться? Ведь Тяндрон теперь тебя в покое не оставит. Зашибет чего доброго. Вот ты на кого училась?» «Ой, это давно было. Да и по профессии я не работала. Училась на ветеринара, причем на дне пятерки», – сказала Люда и, подумав, добавила. «Да, теперь нам точно крышка. Его все боятся. Даже ко мне не подходят, потому что будут иметь дело с этим сумасшедшим. Видел, как я у забора маялась? Мужики не помогали, потому что сразу бы от него схлопотали. Думал, к нему на поклон пойду, чтобы помог. А вот шиш ему с маслом. И ушла бы отсюда давно, да только куда. Ни лишних денег, ни связей в городе у меня нет». «Почему нет?» «А я», – сказал Василий. «Приезжайте ко мне, как надумаешь. Да хоть прямо сейчас. Я тебе и с работы помогу. Я ведь врач на самом деле. И знакомые ветеринары тоже имеются. Что скажешь?» «Ой, боюсь я все бросить», – призналась Люда. «Да не бойся ты. Я ведь помощь предлагаю. Первое время поживешь в моем доме. А чтобы ты не сомневалась, открою тебе тайну. Славик живет у меня. Тебя он знает, ты его тоже. Так что вместе всяко легче будет. Еще у меня есть сын Саша и пират. Пес, которого я тоже нашел», – улыбнулся Василий. И он рассказал, как встретил мальчика и что его ищут недобрые люди. Людмила замерла и долго молчала. Затем села и внимательно посмотрела на Василия. «Я подумаю над твоим предложением», – тихо сказала она. «А пока нужно дела в порядок привести». Когда Василий собирался домой, Людмила заволновалась и начала складывать ему с собой съестное. Большую банку молока, кусок масла, сметаны и творога положила в большую корзину, засыпав все это кучей пирожков. «Возьми домашненького, хоть поедите, бедолаги», – пролепетала Людмила. Ее глаза были на мокром месте. И Василий ушел, изредка оглядываясь. Пират бежал рядом с полным животом. Маленькая Лиза скормила ему дюжину пирожков и штук пять яиц. До дома они добрались уже затемны. Мальчишки уже готовились ко сну, поэтому бегали по дому в майках и пижамных штанах, не соглашаясь на уговоры соседке угомониться и идти спать. «Папа пришел», – воскликнул Саша. «А где ты был? И че так долго-то?» «Да», – обиженно сказала соседка. «Долго? Мы на три часа договаривались». «Простите, баба Валь», – извинился Василий. Так уж вышло. Она не держала обиды на Василия и прекрасно помнила, как он настрадался из-за потери жены. «Да ладно уж», – махнула она рукой. «В следующий раз хотя бы позвони». За работу бабе Вале вручили часть деревенских припасов, которые дала Людмила. Соседка была очень довольна, хотя и отказывалась поначалу от угощений. «Берите, берите», – уговаривал Василий. «Все свеженькое, натуральное. Да и нам с ребятами многовато будет. Вон какая корзина огромная, еле донес». Славик, почуяв родной запах деревенской еды, набросился на пирожки и творог, как голодный волк. Сашка за ним не отставал, хотя слыл малаешкой. Ребята уплетали все за обе щеки, Люба дорого посмотреть. Вдруг Василий заметил на правом предплечье Славика родимое пятно в виде сердечка размером с копейку. Это навело его на мысль, что данная информация может пригодиться, но кому ее передать? Кто может помочь найти настоящих родственников Славы? И он хлопнул себя по лбу. Точно. Есть же знакомый майор полиции Семен Петрович. Как же он раньше не догадался. Когда дети наконец угомонились и разошлись по кроватям, Василий решил воспользоваться предложением о помощи. «Семен Петрович, добрый вечер, это Василий Леонов вас беспокоит, помните такого?» Позвонил он полицейскому. «Конечно помню, что за вопрос?» Радостно сказал в трубку Семен Петрович. «Помощь нужна?» Догадался он. «Да, вы правы», признался Вася. «Чем помочь?» Уже серьезно спросил полицейский. И Василий рассказал все в мельчайших подробностях, чувствуя, что там, на конце провода, его понимают. «Может быть, вы можете проверить по своим каналам, не пропадал ли лет семь назад мальчик, месяцев шести-восьми от роду. Зовут Славой, хотя им ни о чем не скажет, но у него есть одна примета. Большая родинка на правом предплечье в форме сердца. Я сейчас вышлю его фото и изображение той родинки». «Хорошо. Завтра поговорю с коллегами, попробуем расследовать. Буду держать вас в курсе», – пообещал Семен Петрович. Василий был рад, что пришло время положить конец этой запутанной истории, которая делала несчастным маленького мальчика. Он пошел проверить Сашу и Славика, ведь за мальчуганами нужен глаз да глаз. Но ничего такого не обнаружил. Два друга безмятежно спали в своих постелях. Василий вспомнил, что сам-то ничего не ел с того момента, когда его накормила Людмила. Налил горячего чая, откусил пирожка. Было вкусно. Он подумал, что давно не ел такой домашней стряпни. Образ Люды встал у него перед глазами. Ему определенно понравилась эта женщина. Такая милая, простая, без той неприятной напыщенности, что свойственно многим городским красоткам. А по красоте, да она могла дать фору любой из них, причем без кучи макияжа и пластики. Мысли Василия прервал несмелый стук в дверь. Кого еще нелегкая-то принесла, а? Ночь на дворе, за часами не следят. Раздраженно подумал он. Но открыл дверь и обомлил. Перед ним стояли Люда и Лиза с маленьким чемоданчиком и кошкой в руках. От этой троицы тонко пахло гарью. Я не стала звонить в дверь, вдруг дети спят. Тихо сказала гостья. Ее лицо было заплаканным. Впрочем, как и у Лизы. А взъерошенная кошка, увидев чужака, спрятала мордочку под мышку своей маленькой хозяйки. Проходите скорее. Что случилось? С удивлением спросил Вася. У нас был огонь. Вот такой большой. Маленькая Лиза подняла руки. Кошка выпрыгнула и забилась под диван. Что? Какой еще огонь? Не понял Василий. Дом подожгли. Все знают, кто это сделал, но ведь ему ничего не будет. Андрон постарался. Думал, к нему сразу побегу. Да просчитался. Негодовала Людмила. Хоть бы дочку пожалел. Еле корову выгнала. Соседке кормилицу отдала за просто так. А вот кошку Машку жалко стало. Пусть у нас живет, успокоил Василий. Теперь для полного счастья нам не хватает галчонка. Людмила рассмеялась, но это был смех сквозь слезы. Она плакала. Лиза пыталась ее утешить. Василий не знал, что делать. А давайте чай пить. Я могу вас угостить твоими пирожками, сказал он. Смотри, как все пригодилось. Люда опять улыбнулась. Спасибо тебе, сказала она, вытирая слезы. Извини, но нам некуда было идти. В селе и да даже в городе у Андрона есть связи. Он страшный человек. Только прикидывается деревенским дебоширом. Хитрый, коварный. Будь осторожен. Андрон наверняка догадается, к кому я могла пойти. У него везде есть глаза и уши. Да сдались мне его уши, засмеялся Вася. У нас своя управа на него найдется. А жить будете здесь. И комната для вас отдельная есть, так что располагайтесь. После того, как гости привели себя в порядок и с комфортом устроились в отдельной комнате, квартира Василия погрузилась в долгожданную тишину. Лишь кошка осторожно вышла из своего укрытия, чтобы поесть заботливо оставленную для нее еду. Надо же, думал засыпая Василий. Еще вчера мы с Санькой были одинокими и никому не нужными, а сегодня дом полон хороших людей. Здорово. На следующее утро он проснулся рано. Нужно было идти на работу. Сегодня предстояла сложная операция. Но когда он зашел перекусить, то обнаружил роскошный завтрак. Никого на кухне не было, а кругом стояла обычная утренняя сонная тишина. Вдруг щелкнул дверной замок. Чувствуя неладное, Василий бросился к дверям. «Давай, пират, заходи, только тихо», — сказала Люда и стала вытирать собаке лапы после прогулки. За ними шествовала довольная кошка. «Ничего себе!» — сказал шепотом Василий, чтобы не разбудить детвору. «Когда ты встала?» — я даже не слышал. И завтрак успела приготовить. «Да что ты!» — шептала в ответ Люда. «Я же деревенская. Привыкла рано вставать да за скотиной ходить. Не могу я бока отлеживать, чтобы коровы не дойно, да поросят они кормлены». «Эх, где ж моя буренушка?» — вздохнула Люда. «Ничего. Скоро устроим тебя ветеринаром, будет не до скуки. Я, когда пирата на прививку от бешенства водил, там знаешь, какие очереди. Работы не продохнуть. Все, как ты любишь», — улыбнулся Вася. Позавтракав, он попрощался с Людмилой до вечера и со спокойной душой отправился на работу. Впервые ему было не страшно оставлять сына с кем-то посторонним. Да и не была Людмила для Василия такой. Прикипел он к ней душой и прекрасно это ощущал. А насчет того, что Саша испугается незнакомую тетю, он не беспокоился. Люду хорошо знал Славка, и этого было вполне достаточно. «Василий Иванович, — испуганно сказала дежурная медсестра, — вас вызывает главный врач. Ничего не подозревающий Василий бодрым шагом отправился в кабинет начальника. «Войдите», — сказал главврач, когда Вася тактично постучал в дверь. «Вызывали?» «Так, Леонов, на тебя поступила жалоба от некоего Федотенкова о том, что ты при всем честном народе его избил. Жестоко и садистски причиню мне физические и моральные страдания. Вот так дословно написано в жалобе. А ты знаешь, что в нашей больнице есть правило. Коль ли поступают жалобы, то врач отстраняется от операций и приемов пациентов. Так что, Леонов, ты временно отстранен от практики», — заключил начальник. «Не слышал я о таком правиле. Это во-первых. А во-вторых, он сам напал на меня в пьяном виде. К тому же избивает жену и дочь. А еще поджег их дом», — возмутился Василий. «А не надо было в чужую семью лезть», — вдруг заорал главврач, встав с места. «Ты уважаемого человека обидел. И стоишь тут, право качаешь. Сегодня дежуришь вместо Романова. Иди, иначе уволю». «Знаете что, это несправедливо потакать дебоширом и хамом», — сказал Василий и хлопнул дверью. Коллеги смотрели на него с некоторым страхом. Видимо, главврач успел их запугать. «Ну что ж, их проблема, раз пошли на поводу у продажной душонки», — подумал Вася. Начальник не гнушался взятками. Все об этом в больнице прекрасно знали. А теперь это коснулось и Василия. По всему было видно, что подлый Андрон смог главврача перетащить на свою сторону. Думая о том, что его могут уволить, Василий дошел до ветеринарной станции. Вспомнив о люде, он решил зайти и попытать счастье. «Здравствуйте», — обратился Василий к пожилому доктору. «Вам специалист, ветеринар, не нужен случайно?» «Но только не я, моя подруга, очень хороший человек, животных любит». Ветеринар сплеснул руками. «Нужен? Еще как нужен, батенька. У нас сразу двое рванули в другой город, а молодежь сюда что-то не торопится», — пожаловался врач. «Ну, тогда вам повезло», — сказал Вася. «Молодая женщина из деревни хочет работать ветеринаром». «Славно. Я буду очень ее ждать», — обрадовался дедуля и стал сжать Василию руки. «Спаситель вы наш». «Да вы что?» «Василию даже неудобно стало. Сегодня же она зайдет». Не успел Василий распрощаться, как ему позвонил Семен Петрович. «Василий, вы не представляете, что я раскопал. Но это не телефонный разговор. Срочно жду вас у себя». Немешко, Вася направился в полицию, где его ждал интригующий разговор. Семен Петрович пребывал в отличном расположении духа и светился от радости. «Представляете, около восьми лет назад у нашего мэра ребенок пропал. Мальчик, его звали Витя». «Понятное дело, что имя сейчас роли не играет, но вот что главное. У сына мэра было родимое пятнышко в форме сердца», — воскликнул Семен Петрович. «Горемычный отец и мать ищут сына до сих пор». «Ну, как ребенок мог потеряться?» — спросил Василий. Его украли прямо из коляски. Просто подбежали сзади, толкнули ее в спину и схватили малыша. Тогда мэр был видным бизнесменом, а его выгодный бизнес хотели попросту отжать. Вот конкуренты решили грязно играть, используя ребенка как прикрытие. Мэр ведь даже согласился на их условия. Но что-то пошло не так. Они сами потеряли мальчика. Когда прятались в лесу, то поставили корзину с ребенком под какой-то куст. А сами, видимо, поехали обмыть свою, как они думали, удачу. А по возвращению не смогли сориентироваться и найти место, где оставили ребенка. Представляешь? «Что бы было с мальчишкой, если бы его тогда не нашел тот дед? Вот тебе и ситуация получается», — заключил довольный собой Семен Петрович. «Да уж, вот это поворот», — удивился Василий. «А мэр знает про сына?» «Нет еще. Решил с вами первым обсудить. Сейчас едем к нему вместе». Мэр Валерий Иванович Деветов слыл человеком принципиальным и порядочным. На свой пост он заступил не так давно, но уже получил предложение с нечестными схемами обогащения, на что давал решительный отпор. Когда ему сообщили, что его хотят видеть врач и полицейский, он заметно удивился. «Добрый день», — поприветствовал вошедших. «Что привело?» «Здравствуйте», — начал Семен Петрович. «Я сегодня поднял дело о пропаже вашего сына. Не буду ходить вокруг да около. Ваш Витя, похоже, жив. Только по документам сейчас его зовут Вячеславом. Он находится у Василия Ивановича. Рассказывайте». Обратился полицейский к Василию. И тот, во всех подробностях, начиная с момента, как пошел гулять с собакой на берег реки, поведал шокированному отцу о сложной жизни его потерянного сына. Дослушав до конца историю, Девятов закрыл лицо руками и заплакал. «Отцовское сердце не выдержало таких новостей». «Где он?» — лишь спросил Валерий Иванович. Мужчины молча встали и отправились домой к Василию. Когда они зашли в квартиру, то в нос ударил аромат жареной картошки и мяса. Дети сидели за обеденным столом и с аппетитом ели жаркое. Сначала Валерий опешил. Он не ожидал увидеть сразу двух одинаковых по возрасту мальчишек. Но отцовское сердце подсказало, кто его сын. Тем более, что он был копией его жены. «Славик!» — тихо позвал Валерий. «Я твой папа. Я тебя так долго искал и нашел!» Слава положил вилку и уставился на гостя. «Ты правда мой папа?» — его губы затряслись. «Правда. А еще у тебя есть мама. Добрая и красивая». Слезы катились по лицу отца. Славка вскочил из-за стола и бросился ему на шею. Сквозь рыдание он по-детски причитал, вспоминая все свои беды и горюя по тому, кто был ему дедом. «Пойдем домой», — сказал Валерий сыну. Слава посмотрел на Василия. «Иди, иди, дружок», — сказал тот и обнял на прощание мальчика. Когда Валерий с сыном уехали, Семен Петрович остался, чтобы выслушать жалобы Людмилы и подозрения Василия. Он обещал принять меры. «Надо же», — сказала Люда. «Наш Славка, сын мэра. Вот как жизнь-то повернулась». «А ты у нас скоро будешь ветеринаром», — улыбнулся Василий. «Вот адрес. Тебя там очень ждут». Вечером все смотрели телевизор. Передавали срочные новости, где сообщалось, что мэр подвергся нападению. Василий стремглав бросился в свою больницу. Шла операция. Вышел измотанный хирург. «Васька, ты нам нужен. Пуля задела сердце». Василий поспешил в операционную. Он успел спасти Валерия, но для восстановления требовалась редкая группа крови. В запасниках такой не оказалось. «Я помогу. У меня такая кровь», — сказал Василий. «Ого! Кстати, а вы чем-то похожи с мэром. А давай-ка проверим, уж не Даня или вы родственники», — предложил коллега. Спустя сутки Валерий был в стабильном состоянии и даже мог говорить. А в это время Василию сообщили, что тест ДНК показал между ними кровное родство. Они с Валерием оказались родными братьями. И выяснилось, что их разлучили еще в детском доме малышами, отдав в разные приемные семьи. Рассказали об этом и самому Валерию. «Ну, здравствуй, брат», — сказал Валера, когда Вася вошел к нему в комнату. «Я так рад, что теперь не один. Похоже, сама судьба послала мне тебя. Ты нашел Славика, ты спас меня и ты мой брат. Я тоже счастлив. Но будь осторожен, не волнуйся так, тебе пока нельзя. Вот наберешься силы, и мы с тобой досыто наболтаемся. И в ту деревню съездим, где Славик с дедом жил. Там места такие красивые, тебе точно понравится. А теперь отдыхай». Василий вышел. А уже через час Семен Петрович сообщил ему, что заказчики-исполнители гнусных делишек пойманы и понесут наказание. А вместе с ними и фермер Андрон Федотенков, а также председатель, которые обо всем знали и были в доле. Еще через три дня с должности сняли коррумпированного главврача. И уже вечером коллеги поздравляли Василия с получением заслуженной должности главного врача городской больницы. Спустя месяц, когда память о страшных событиях притупилась, две семьи собрались на деревенской даче, коей стал домик деда Лени. Славик, Саша и Лиза копошились во дворе, а взрослые накрывали на стол. Когда Люда открыла хлебницу, то увидела в ней красную бархатную коробочку с обручальным кольцом. Она обернулась. «Ты выйдешь за меня?» Перед ней стоял Василий. «Да, выйду», — засмеялась Люда. Оказывается, все, кроме нее, знали, что Василий сделает ей предложение, а потому стали громко хлопать в ладоши и поздравлять молодых. Люда подошла к Саше, который смотрел на нее восхищенными глазами. «Ты хочешь быть моим сыном?» «Я буду очень-очень тебя любить». «Хорошо, мама», — тихо сказал мальчишка и обнял ее. И наступила тишина. Все боялись спугнуть счастье, которое, наконец, пришло и в эту семью. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю». Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать мне кнопкой «палец вверх». Для вас один клик, а для меня это очень важно. Спасибо заранее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!